11 сентября в России отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Эта дата призвана в очередной раз напомнить, что пагубная привычка может привести к тяжелым последствиям. Как лечат алкозависимых людей в городском округе Люберцы и куда можно обратиться за медицинской помощью, узнавала наша съемочная группа. Люберецкий наркологический диспансер обслуживает пациентов третьего медицинского округа. Помимо Люберец, в него входят города Держинский, Лыткарина и Котельники. По словам главного врача лечебного заведения Ивана Устинова, за помощью сюда могут обратиться жители и из других городов Московской области. С любого административного образования города, района направляется через главного нарколога, либо через главного психиатра. Для этого есть соответствующий приказ министерский, маршрутизация есть. То есть, в этом плане мы оказываем помощь жителям Московской области. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену. В диспансере работает специалист по приёму детского населения. Стоит отметить, что в этом году амбулаторное лечение здесь прошли пятеро несовершеннолетних. Чтобы предотвратить развитие детского алкоголизма, медицинские специалисты ведут активную профилактическую работу. Врач-психиатр-нарколог по работе с детским населением постоянно работает и в школах, и в техникумах, и различные семинары проводятся. Помимо амбулаторного лечения, Люберецкий наркологический диспансер проводит и стационарное. В отделении, рассчитанном на 40 коек, оказывают как неотложную, так и плановую помощь людям, страдающим синдромом зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ. Так же, как и в поликлиническом отделении, сюда направляют пациентов, в том числе и из соседних округов. Врачи проводят лечение, проводится дезинтоксикационная терапия, проводится работа психологов, даётся дальнейшая установка на трезвый образ жизни. Также мы организовываем для дальнейшего, ну, подготавливаем пациентов для дальнейшего прохождения лечения в реабилитационных центрах. В этом году успешное лечение в стационарном отделении наркодиспансера прошли 600 человек. С медицинским учреждением сотрудничает Русская Православная Церковь. Кстати, именно по её инициативе 11 сентября во всей стране отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Луизия Гязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.